Пришло время для новой встречи. С вами Юлия Баранова и я бухгалтер в компании MyBuchKZ. Сегодняшняя встреча связана с тем, что пора разобраться с единым совокупным платежом. Как мы знаем, уплата ESP – это максимально удобный вариант официального оформления своей деятельности для многих физлиц, работающих на фрилансе. Но зачастую фрилансеры работают не только с физическими лицами, но и с организациями. При этом заключается договор ГПХ на оказание услуг. И тут возникает вопрос – допустимо ли совмещать ESP и договор ГПХ? Не будет ли потом проблем с налоговой? Обратимся к святая святых каждого бухгалтера и предпринимателя – к Налоговому кодексу РК. Согласно статье 774, плательщиками ESP признаются физлица, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП и при этом уплачивают единый совокупный платеж и не используют труд наемных работников. Также важно, что оказывать услуги можно исключительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами и иметь годовой доход не более 1175 МРП в год. Следовательно, работая с ТО, физлицо уже не может по таким доходам применять ESP, поскольку ТО является юридическим лицом. В этом случае правомерно и разумно заключение договора ГПХ. Отметим, что Гражданский кодекс РК и Налоговый кодекс не содержат запрета на совмещение этих двух видов оформления своей деятельности. Физлицо вправе разделить свои доходы, полученные из разных источников, и уплачивать с них налоги следующим образом. С доходов, полученных от физических лиц, уплачивать ESP самостоятельно. С доходов, выплаченных физлицу в рамках договора ГПХ, все необходимые налоги и соцплатежи удержит и перечислит заказчик как налоговый агент. Уплата ESP в этом случае позволит не только исполнить свою обязанность по налогообложению доходов, полученных вне договора ГПХ, но и позволит стать участником системы социального страхования. В рамках ГПХ заказчик социальное отчисление не производит, а уплачивая ESP, физлицо обеспечит себе соцвыплаты на случай, например, беременности и родов. Таким образом, совмещая эти два режима, физлицо может не бояться проблем с налоговой, а наоборот, причислить себя к добросовестному налогоплательщику.